Я был на работе, ко мне на работу переехала милиция, забрали меня, сказали позвони родителям, пусть привезут вещи, какие мне пригодятся. Я позвонил, мне буквально в течение полчаса, второй час привезли вещи и уже в течение часа отправили в часть. То есть это было в апреле месяце? Да. А кем ты работал? Пекарь. Пекарь. Вамстория. Ну, довольно многих так забрали. У каждого есть свобода слова, ну, кто в какую сторону хочет, то и выбирает. Ну, если кому-то охотится в Европу, пусть едут в Европу. Это вообще все началось из-за того Майдана, который был в Киеве. Не было бы этого Майдана, не было этих разгонов таких серьезных, те, что там стреляли по студентам, то, в принципе, и этого не было бы. Печкуровь Виталий Юрьевич, Днепропетровская область, Багатэ Томаховка. Был мобилизирован 4 апреля 2014 года с рабочего места. Виталий утверждает, что в боях не участвовал, в основном стояли с подразделением лагеря, который осуществлял поддержку техники. Охрана лагеря, плюс то, что мы на КПП заступали, ну, как таковых действий там боевых не было. Обмундирование, почти всем там зимнее выдали, но качество тоже. Есть некоторым дали нормальное, нормального качества, некоторым плохого. В основном мы покупаем, вот, именно украинская армия, те, которые там мобилизированы, в основном все покупаем за свои деньги. Я воевать не хочу, это, ну, честно, это не наша война. Здесь не за что воевать, вложить жизни. Много ли тех людей, которые не хотят воевать в КПП? В порядке 40-50%. На территорию Донецкой Народной Республики Виталий попал 25 ноября. На одном из блокпостов на подъезде к городу при проверке их документов у заснувшего в автобусе молодого человека, наводящий вопросы вызвала прописка в Днепропетровской области. В результате стало известно, что он военнослужащий украинской армии. Для выяснения обстоятельств Виталий был доставлен подразделение военной полиции. Мы провели беседу с человеком абсолютно без всякого антагонизма и каких-либо насильственных способов и так далее. Человек доброжелательно ответил на все вопросы, которые нас интересовали о том, кто он, что он и где он. Мы также предоставили ему место, где он сейчас находится и содержится, до дальнейшего выяснения его, так сказать, судьбы, скажем так. Но пока он не является арестованным, он не содержится в тюрьме, он содержится, скажем так, на территории, где имеет возможность свободного выхода на территорию, но пока не имеет свободного выхода в город. Результатом беседы стали следующие выводы. Сам по себе человек не намерен воевать, то есть он представляет определенную категорию солдат украинской армии, которые не хотят воевать, которые считают, что это не их война, что нам нечего делить. Мы не являемся врагами друг против друга. Он даже подумывал о том, чтобы прекратить свое участие в этой военной операции. Не знаю, как он это думал и так далее, но вот воля судьбы, судя по всему, он уже это сделал. То есть прекратил свое участие в боевых действиях. Разговаривая с ним, мы видим, что среди солдат бытует мнение о том, что пора, грубо говоря, заканчивать это. Ну, я ехал к товарищам, я из Запорожья, сел на маршрутку до Курахово. Ну, там почти всю дорогу я стоя ехал, освободил с места, присел, уснул. Меня сняли уже на Донецком посту. Уже оттуда, привезли сюда, в комендатуру, здесь узнали, кто я, что я. Относились дружелюбно, все нормально. Не то, что там показывают по телевизору, что там зверство какое-то, такого нет. Кормят, нормально кормят, тепло здесь. Езди спать, сплю на диване вместе с остальными, которые нарушают покой Донецка. Я просто здесь попросту как отдыхающий. Нормально кормят, вкусно. Ну, как обычный человек, допустим, вот типа курорта, можно так сказать. Просто, что нет возможности куда-то там выйти в те места, где нельзя находиться. То есть нет свободного просто перемещения? Да. А так все нормально, тепло. Нечего бояться нашим бойцам украинской армии. Вот реально, вот если все дружелюбно, как мы относимся к этим людям, так и они относятся к нам. Если мы все нормально, все по-тихому разговариваем, так же и с нами ведут себя. В принципе, если, не знаю, даже будет кто-то, кто захочет сдаться, то примут как своего. Ну, я думаю, что если я вот так просто уеду домой, то, возможно, дело подадут в СБУ и будут какие-то проблемы. Я из-за этого, в принципе, грубо говоря, боюсь туда возвращаться. Маме я хочу передать привет. Мам, не переживай, все нормально. Здесь никто не обижает. Девушке тоже привет. Не переживайте, все хорошо. Несмотря на эмоциональные заявления некоторых командиров армии Новороссия о том, что бойцов противостоящей стороны в плен не берут, украинские военнослужащие, которые попадают по разным причинам на территорию Донецкой Народной Республики, скорее гости, нежели пленники. Это факт. Все то движение, в котором мы сейчас участвуем, связанное с Новороссией, связанное с волей, изъявлением народа о самоопределении, о каком-то там территориальном, о территориальной независимости и так далее, это все была инициатива непосредственных людей. И не было никаких командиров, которые давали на это указания. И к чему я это говорю? Я хочу сказать, что и сейчас люди могут взять в руки инициативу как с нашей, так и с другой стороны и закончить эту войну. Это можно сделать. Мы не должны слушать ни Коломойского, ни Порошенко. Мы не должны никого слушать. Мы можем сами это взять и закончить, потому что в наших руках находится это оружие. В наших руках находится так называемый курок под нашим пальцем. И в наших силах нажимать его или не нажимать. Мне кажется, что если бы мы объединили эти силы, то и проблему мы решили бы вместе. Оксана Волчонок, Давид Худжиц, Новороссия ТВ, Донецк. Волчонок, Давид Худжиц, Новороссия ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok